Также язык Python поддерживает наследование классов. Наследование классов нужно тогда, когда мы хотим, чтобы наш объект ввел себя почти так, как и веб другого типа, за маленьким или не за немаленьким исключением. Допустим, мы бы хотели, чтобы наш объект ввел себя точно так же, как и листы, но при этом у него был дополнительный метод, который определяет, является ли число элементов в листе четным или нечетным, и при этом мы бы не хотели писать класс листа с самого нуля. Для этого есть наследование классов. Начнем мы, конечно же, с синдексиса, как мы определяем класс, который наследуется от других классов. Сначала, конечно же, я делаю ключевое слово «класс», затем имя класса, а затем в скобках после имени класса мы указываем те классы, от которых мы наследуемся. При этом, когда интерпретатор исполняет определение класса, он запоминает, что за нашим derived class name, что он наследовался трех классов. Base1, Base2 и Base3. В дальнейшем интерпретатор будет использовать эту информацию, чтобы правильно находить атрибуты. Теперь давайте попробуем расширить функционал стандартного списка языка Python. Напишем класс myList, который будет наследоваться от листа, и при этом у него будет новый метод. Мы пишем в него метод, который проверяет, является ли данный лист чатной длины. Теперь, когда мы описали класс, мы можем создать для него экземпляр. Создадим экземпляр x и выведем его на экран. Можно заметить, что представление экземпляра нашего myList x, оно на самом деле совпадает с представлением пустого листа. Теперь давайте попробуем вызвать метод листа extend. Несмотря на то, что мы не описывали этот метод внутри нашего класса myList, мы можем его использовать. Вся фишка заключается в том, что теперь, когда мы не находим имя внутри namespace экземпляра, и не находим имя в namespace нашего класса, мы смотрим и проверяем namespace классов, от которых мы наследовались, и ищем его там. Таким образом, не найдя имя в namespace x и найдя имя в namespace myList, мы находим имя extend в namespace list. И запускаем метод extend для листа. После этого несложно убедиться, что наш лист действительно изменился. И после этого мы можем вызвать функцию, которую мы уже описали внутри myList. Поиск атрибутов будет происходить так же. Мы сначала поищем атрибут внутри x, его там нет, а затем найдем его в myList. И запустим этот метод. Этот метод скажет, что в действительности пока что наш лист нечетной длины. Мы можем также дописать в него шестерку, используя метод листа, и затем убедиться в том, что теперь он является четной длины. Таким образом, наследование позволило нам всего в три строки написать класс, который ведет себя в точности так же, как лист, но при этом имеет один дополнительный метод, который проверяет, является ли данный лист четной длины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова